Здесь будут также продукты, которые просто покорили мое сердце. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и у меня произошло некое ЧП. Как раз перед самым отъездом почему-то начали случаться всякие разные казусы, и у меня одна карточка не читает, потом у меня битые файлы. Это я к тому, что сейчас я вам повторно уже снимаю это видео, а видео, которое я сняла, я его снимала с мамой, еду мы пробовали с мамой из Фикс Прайса. Это было, конечно, очень весело, но, к сожалению, этот файл битый, и я его никак не смогла восстановить. То есть, в общем, у меня с камерой еще проблемы, нужно походу покупать новую камеру. Но теперь я сейчас должна переснять для вас видео, собрала всю еду из Фикс Прайса новинки, которую я купила. Сейчас еще раз, и уже даже более точно я для вас сниму это видео. Итак, первое, это я взяла сок Сады Придонии, чтобы сравнить с соком вот таким вот рич, например, я беру, или другие соки, и скажу, что они сильно отличаются. Я тоже взяла вишня и яблоко, маме показался кисловатый Придония. Естественно, я его уже выпила, поэтому я вам не покажу, а покажу то, что я люблю. Ну, Придония сок мне так себе пить можно, в принципе, но он больше похож на какой-то, ну, прям вот, на мой взгляд, не сок, а что-то другое, поэтому я все равно выбираю рич. По-моему, по цене, вот сейчас я за 69 рублей брала со скидкой. Мне нравится рич больше, он более такой насыщенный, вот, насколько кислый. Моей маме было бы все кисло. Короче, взяла сок, сок, в принципе, нормально, пить можно, но я выбор делаю на другой сок, поэтому я пошла и купила не Сады Придонии, который также в пятерочке продается и в фикс прайсе, я взяла рич. Итак, первое, с чего мы начнем, это мы начнем с вами с чипсов, вот такие вот лейс-чипсы я еще не пробовала, из печи, возможно, пробовала, вы мне скажите, у меня с памятью вообще такие проблемы, но здесь стало интересно, вот они открыты, буквально вчера снимали с мамой, да, а сегодня я уже собралась монтировать, и видео нет. Смотрите, я взяла с укропчиком, хотя я люблю со сметаной, укроп здесь очень сильно отчетливо чувствуется вкус, я не очень люблю укроп, но мне понравилось, они такие рифленые, есть большие кусочки, есть маленькие, в общем, достаточно мягкие, особо сильной разницы я, честно говоря, не почувствовала, все равно мне классические чипсы ближе. Просто здесь пишут, что на 50% меньше жира. И со звездочкой, какое-то уточнение тут еще. В общем, чипсы лейс вкусные, как всегда, отличаются они от классической своей формы, то, что здесь меньше жира, как якобы заявляется, еще приз в каждой пачке. Вот призом меню. Каждой сказали. Тут внутри нет, но здесь написано, сканирую метку камерой. Вот эту метку, наверное, нужно сканировать камерой, но у меня камера ее не видит, не знаю, что нужно сделать. Мы пробовали сканировать, это я сейчас уже подумала, что может тут что-то внутри лежит. Внутри ничего не лежит. Еще по мне классические чипсы более мягче и менее царапают десна. Это важно. Дальше смотрите, что я увидела, это арахис кокосовой глазури. Мне стало интересно, и что я здесь заметила. Вот такой вот арахис. Я заметила, что пахнут они кокосом, но когда ты ешь, кроме запаха кокоса, на самом деле, вкуса кокоса нет. Они не соленые какие-то и не сильно сладкие, они нейтральные. Вот кто любит что-то такое нейтральное, не соленое, не сладкое, тому понравится. Написано Вьетнам, лучшие рецепты азиатских стран. В общем, необычно, в принципе, вкусненько, с легкой-легкой горчиночкой. Здесь будут также продукты, которые просто покорили мое сердце. Давайте я как раз и покажу то, что покорило мое сердце. Это итальянское печенье с апельсиновым вкусом и изюмом. Девочки, вот смотрите. Выглядит оно, как мои любимые эти сухарики. Но, на удивление, они не как сухарики, они как реально печенье, очень мягкое, с вот этой апельсиновой отдушкой. И пахнет апельсинкой. И вот кушаешь, когда, блин, кушаешь, ты вот реально понимаешь, что это печенье best the best. Оно реально очень крутое. Реально очень крутое печенье, и оно понравилось моему Дэнке. Он прямо его таскал, невозможно. Я говорю, нифига себе, а что это мы на Папа-Амстове будем его есть? Мне даже кажется, что такие печеньки, знаете, еще продают в каких-то хороших ресторанах, дорогих. И такая печенька может стоить там одна, 50 рублей. Серьезно говорю, это круто. Если у вас там есть свой ресторан какой-то или кафе, вот такую одну печеньку даешь к чаю там или к кофе или в кафе каком-то, покупая это вот в фикс-прайсе, понимаете, мне кажется, вас будут спрашивать, а где вы такое берете, такую вкусняшку? Реально очень вкусно и прям вообще. Я теперь фанат вот этих печенек. Обязательно попробуйте, кто не пробует. Итальянское печенье. Мировая коллекция. Хлебный спас. Видно? Еще не менее мне понравилось. Ну, хотя чуть менее, но вообще понравилось. Очень вкусно. Это тоже вот такие печеньки. Я когда вижу все время карамель и шоколад, меня это сразу заводит. Мне сразу хочется взять. Очень красивая упаковка, прям дорогая, такая добротная. Называется печенье Гранола. Мы открываем, что там видим. Мы видим вот такие вот красивые печеньки. Они тоже выглядят очень достойно. При этом они мягкие, они прям рассыпаются. Мне кажется, их лучше держать в холодильнике, для того, чтобы карамелька была хрустящая и шоколад был хрустящий. Вот она у меня не в холодильнике лежала и чуть-чуть подтаяла, я вижу. Но оно прям рассыпается, чтобы вы понимали. Вот. Оно, ну, прям очень рассыпчатое. Вот. Ой. Все, посыпалось. Видите? Очень вкусно для тех, кто не любит, допустим, итальянское печенье. Оно более такое твердоватое, да? То это печеньки мягкое, рассыпчатое. Вот как песочное печенье даже, да. Песочное печенье, да. В общем, печенье очень вкусное, достойное. Его здесь много по 3 печенюшки. Да, по 3 печенюшки и 4 такие. 4х3, 12. 12 печенюшек. В общем, вот это печенье я тоже рекомендую попробовать. Отчетливо чувствуется шоколад и карамель. И все такое сыпучее, песочное. Прям кайф-кайф. Также я взяла маршмеллоу, вот такие маленькие. Для чего я их беру? Это для своего кофе. Очень прикольно иногда, когда ты сделал кофе, сверху насыпать маршмеллоу. Во-первых, они дают даже иногда вкус какой-то более сладкий, когда чуть подтают. Во-вторых, это красиво. В-третьих, это приятный аромат, который исходит от них. Я беру вот такие маленькие, небольшие, потому что, когда их открываешь, если не плотно закрываешь, то все равно они через какое-то время перестают быть такими мягкими. Они становятся более твердыми, подсыхают. И чтобы этого не было, я беру маленькими порциями. И вот в фикс-прайсе они продаются. Также я увидела вот такие конфетки ручной работы. Мне стало очень интересно. Они такие розовенькие, красивенькие. Я сначала подумала, что это какая-то карамель такая, знаете, со вкусом клубники. Карамель какая-то такая, которую придется прям рассасывать, может быть, как это. Но нет, оно оказалось очень мягкое. И даже что-то мне напоминает из детства. Когда я попробовала первый раз эту конфетку, мне показалось, что, может быть, какая-то химоза, что ли. Не пойму, из чего она сделана. И решила почитать состав. Но состав оказался совершенно не пугающий. Сахар, винный камень, ароматизатор, идентичный натуральному клубнику. Краситель Е124. Может содержать фундук, молочные продукты в незначительных количествах. Вот, в принципе, и все. Поэтому, мне кажется, можно даже деткам давать. Им, возможно, очень понравится. Такую конфетку я представила, что тоже к чаю очень круто. Потому что она сладкая. И прям хочется запить ее чаю. То есть, вместо сахара, в прикуску с чаем или кофе, ее можно использовать. Очень круто. Вот. Но новинки фикс-прайса, это все. Больше из новинок ничего не было. Все было старенькое. Я еще зашла в пятерочку вчера и купила себе вот такие сладюшки, которыми тоже хочу поделиться. Они мне очень понравились. Веснушки-вертушки. Вот такие вот вафельки, они сделаны вот таким вот конусом, а внутри там шоколад. Они очень мягкие, свежие, в такой коробочке продаются. Стоят всего 99 рублей. А я и не смотрела внутри. Там шоколад и воздушная кукуруза. И очень хрустящая вот такая вот шоколадная вафля. Ну, очень вкусно. Ну вот, в принципе, и все, мои хорошие. С мамой, конечно, мы сняли видео вообще. Так смешно угорали. Там придумали вставочки-заставочки. Очень жалко, что это видео просто пропало в пространстве. Но ничего, мы для вас снимем обязательно еще очень много классных видео с мамой и со всеми девочками. Ну и по традиции я в конце спросила у мамы, ну и вам сейчас скажу, что понравилось из всех новинок тебе больше всего. И мама сразу же отметила это итальянское печенье, которое ей тоже очень сильно понравилось. Также понравилось вот это вот печенье. Ну и в принципе, по-моему, все. Все остальное на нейтралочке. Обязательно попробуйте эти новинки и пишите свои отзывы в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok